Центральная система водоснабжения есть, а воды в домах нет. В такой ситуации оказались жители Успенского района Павлодарской области. Акимат водопровод принял и отчитывается, что проблема решена. Но это только в отчетах все хорошо. Как обстоят дела на самом деле, Галина Трощева расскажет. На строительство водопровода в селе Белоусовка Успенского района в прошлом году из бюджета было выделено около 500 миллионов тенге. Осенью Акимат района благополучно работы принял и деньги подрядчику перечислил. Однако за год сельчане чистой питьевой воды у себя в домах так и не увидели. Вот уже год, как мы ждем воду. До сегодняшнего дня ни капли не было. Деньги мы заплатили, чтобы нам каждому в дом провели. А воды так и нет. Что теперь делать? Люди, не дождавшись появления централизованного водопровода, были вынуждены выкопать у себя колодцы. Ведь жить без воды совсем невозможно. А сколько еще ждать – непонятно. Еще мы не знаем, какая цена будет. Золотая – это будет вода. Поэтому, ну зачем мне два-три ведра домой вода нужна? Как бы своя скважина – хорошая вода, 45 метров глубиной. Поэтому центральная вода, ну не нужна она. Наспех, принятый районным акиматом водопровод, уже зимой дал сбой. Не обошлось без порывов и дефектов, которые устраняли все лето. Пусконаладочные работы длились 8 месяцев. В отчетах чиновников вода запущена. Только вот на деле люди ее так и не видели. Качество нового водопровода местная власть никак не комментирует. За качество работы я не могу сейчас ответить. Вода в текущем году у нас запустили в воду в августе месяце. Единственное, что в августе запустили, то есть были порывы. Там пусконаладочные работы устранялись. Вот буквально даже три дня назад было устранение порыва. На данной трассе вода запущена. В Беловске вода включена. Как выяснилось, в Успенском районе в вопросе водообеспечения есть и другие проблемы. В одном селе работы по проведению водопровода приостановлены. Еще в двух населенных пунктах Акимат отменил конкурс и разорвал договор с подрядчиком, победившим в тендере. В прошлом году по двум селам Успенского района по Вознесенке и Каратаю проведены конкурсные процедуры. Однако, в связи с тем, что средства в 2021 году были переведены на 2022 год, со стороны заказчика было отказано в проведении госзакупок. Подрядчик, выигравший конкурс, подал в суд на Акимат района и защитил свои права. Средства, выделенные трем селам, составляют около полутора миллиардов тенге. В целом, за последние три года по области обеспеченность населенных пунктов чистой питьевой водой достигла 94 процентов. По крайней мере, так рапортуют чиновники. Но вот после ситуации в Успенском районе, в достоверность этой информации верится с трудом.